Поэтому я предлагаю начинать панельную дискуссию. Хочу представить вам сегодняшнего модератора панельной дискуссии Дианы Саблук, психотерапевт действующий, поэтому ей слово. Начинаем. Спасибо большое, Андрей. Я хочу представить тогда еще участников этой панельной дискуссии. Это Таня Сарченко, CEO at Aegis. Это Аня Щербинина, Web Development Lead at Artec3D. Это Александр Симонов, Founder and Owner of Ammoniac. И Анастасия Враменко, People Team Lead в Railsware. Вначале бы хотелось с чего-то такого общего вопроса. На ваше мнение, что все-таки приводит к выгоранию? То есть есть ли это стилем жизни или это какие-то личные качества человека, либо это все-таки внешние обстоятельства? То есть это больше черта характера или это какой-то medical state? Как вы думаете? Я думаю, воспитание. Расскажи немножко больше. Дело в том, что у нас сейчас в нашей школе, к сожалению, все действия учителей ведутся к тому, что если ты что-то не сделал, то ты в этом виноват. Давай корячься как хочешь, но ты должен что-то сделать? Получить оценку? Ну, не получишь оценку, не пройдешь дальше. Вот это вот годами нагнетается на человека. И когда он попадает уже в рабочее состояние, у него начинается чувство вины. То есть я там что-то не сделал вовремя. Я сейчас вот тут посижу еще два часика на работе или там на выходной, и я сделаю. Очень часто начальство этим пользуется, потому что это выгодно. То есть человек себе строит чувство вины. Я вот типа не успеваю, я там плохо что-то делаю. И некоторые плохие менеджеры эти пользуются для сиюминутной выгоды. Вот, кстати, у нас я пишу в чатике, что с точки зрения менеджера выгоревший работник самый лучший. Делает, что скажут, не спорит и овертаймит. Как ты думаешь? Ну, опять же, это будет работать недолго. То есть он все равно через какое-то время поломается. То есть если менеджеру нужна сиюминутная выгода, и он не думает о будущем, ну типа ладно, заменим потом, поломается, ну и хрен с ним, заменим на новую, что там. Но тогда, наверное, да. Ну это вообще дикая концепция, потому что, а зачем тебе человек, который делает то, что ты говоришь, ты будешь за всех работать, но особенно в нашей индустрии, да. То есть, ну как бы как это вообще воспринимать? То есть это настолько дико. То есть я еще понимаю где-то, я не знаю, копать от забора до обеда там, где можно. А зачем выгоревший программист? Извините, люди, которые выгорали, вы в этот момент были абсолютно бесполезны. То есть это правда. Дело же не в том, что он делает полезное дело или нет. Очень выгодны выгоревшие люди, например, на проектах, где подчасовая оплата клиентам. И клиент не сильно за этим следит. Ну что, часы идут, человек работает, скажет, что, ну сделает, что скажет, не спорит. То есть если он не спорит, то все отлично. Типа менеджер думает, что все отлично, мы идем вперед. А потом наступает момент, когда мы все сделали не так, как надо было. Ну что, его никто не слушал, он и ничего не говорил. И в итоге, типа, вышло, как вышло. Но компания уже, как бы, там, заработала. О, а потом уходят от этой компании и ищут людей. А вы можете это переписать? Ты такой открываешь, ну, доделать. Вы можете продолжить разработку? А ты открываешь, такой, ой, нет. Извините, тут нужно все переписать. А как? Ну, вот так. А если все-таки вернуться к вопросу, что все-таки приводит к выгоранию? Вот Алекс сказал мнение о том, что это какое-то воспитание и, ну, не знаю, школа, возможно. А что еще, по вашему мнению? То ли это... Да, хотела поделиться. Мне кажется, что основная причина выгорания это то, что человек, который выгорает, он не до конца выстраивает свои личные границы. Личные границы как в команде, так и внутри, в своей голове. Да, то есть вот момент, где нужно остановиться и понять, да, это уже не моя ответственность, не за это не нужно переживать. Или вот осознать момент, что все, я сделал максимум, который мог, и дальше уже что-то зависит не от меня. Я не должен чувствовать вину, что я этого не сделал. Мне кажется, это основной момент, который вот поможет держать себя в тонусе и не выгорать на постоянной основе. Но, к сожалению, вот я вижу тоже в чате, пишут о том, что самые ответственные люди чаще всего выгорают, а люди, которые менее... Ну, да, процитирую. Самый последний дятел на работе, самый счастливый человек. В этом, наверное, что-то есть. Потому что чем больше ты на себя берешь ответственности, тем больше она давит. И если это превышает твой лимит, да, это может привести к угрыранным негативным последствиям. А как заставить себя быть дятлом? А надо. Да, хороший риторический вопрос. Как вы все-таки сталкивались ли вы лично с каким-то выгоранием на своих работах? И как вы можете ли поделиться какой-то личной историей? И стыдно ли вам об этом было говорить? Вот что очень важный и интересный вопрос. Стыдно ли это как-то вообще быть выгоревшим человеком? Я один раз в месяц потратил 200 часов на то, чтобы написать свою оберточку над бэкбоном, а только потом я увидел, что есть уже марионет.js. Ну ничего, уже 200 часов потрачено. Как бы бил себя тапком в грудь. Я же сделаю, я могу. А из-за этого ты не замечаешь вокруг ничего. Есть еще такое понятие, как герой-одиночка. И как ты узнал, что это... Ну вот ты сказал, что потратил 200 часов. А как это на тебя отразилось вообще? Как ты себя чувствовал? Ну как? Я потом был выжатый как лимон. То есть я там месяц по выходным работал. Стал раздражительным. Кричал на жену. Ну это нормальная ситуация. Как бы... Она часть времени была в отпуске, а я работал. Как бы не заметила вот этого перехода. Ну а потом... Во-во-во-во-во-во-стопе. Я собрался и без интернета две недели. Сразу облегчение. Спасибо, Саша. Я еще хотела сказать, что вот... Напишите вы, может быть, в чатике. Вы уже начали писать. Стыдно ли вам об этом вообще говорить? Если у вас было выгорание, либо вы как-то себя не очень хорошо чувствовали, поделитесь, пожалуйста. И да, Ань, ты хотела еще сказать. Да, я бы хотела сейчас сказать. Признаться, что мне очень стыдно. Мне очень стыдно осознавать, что у меня тоже было выгорание. Поймать себя в процессе на выгорание мне было... Я сейчас, четыре года спустя, вижу, что во время переезда в другую страну я не рассчитала свои силы и явно ушла на какие-то дополнительные либо переработки, либо не рассчитала эмоциональную составляющую переезда. И мне бы, по-хорошему, на тот момент брать отпуск не снять. Но я брать отпуск не стала. Мне казалось, что я могу все и даже больше. И мне пришлось зайти, наверное, на такой цикл с полностью демотивированного состояния, заново выстраивать коммуникацию с коллегами, которые меня окружали в новом офисе. Очень неприятно. Да, и как-то сразу немножко хочется перейти к вопросу, как вообще позаботиться о себе, как позаботиться о своем психическом здоровье. Что вы делаете для того, чтобы либо не нагорать, либо когда вы уже замечаете, что вы выгораете, что делать, когда уже все случилось? Я не могу сказать, что я была, когда именно вот все, момент выгорания наступал, но я была в предвыгорабельном состоянии. Но были определенные вещи, которые помогали вернуться в русло. В частности, мне кажется, все равно основная работа происходит у себя в голове. И вот то, о чем мы уже говорили, выставление определенных границ и террас. А второй момент еще очень сильно помогала техника таких физических якорей для переключения, чтобы было точно понятно, где заканчивается работа, начинается жизнь. Ну, личная жизнь, да, не работа. Это могут быть разные штуки. Может быть, банально, переход из комнаты в комнату. В этой комнате я работаю, в этой комнате я отдыхаю. Я никогда не беру в спальню ноутбук, телефон и так далее, потому что там я сплю, у меня там как бы такая безопасная зона. А это может быть один из наших тоже коллег, он переодевался, да. То есть это одежда для работы, а это одежда для отдыха. Смена аккаунтов. Вот у меня на компьютере два аккаунта, один личный, второй рабочий. Как бы все, я сменила аккаунт, у меня на рабочий нету доступ, а там в личный, у личного нету доступа в рабочие штуки. Вот, а также здесь, мне кажется, очень важно прислушиваться к физическому состоянию, потому что в то время, как в целом в мире стало намного больше информации, намного больше стрессов, намного больше скорость всего, что происходит физически, мы остались такие же, как десятки тысяч лет назад. И, ну да, физически мозг и тело могут не выдерживать. Поэтому очень важно прислушиваться к тому, что говорит тело. Если есть заболевание, если есть усталость, болит голова, если хуже соображаешь, возьми паузу, отдохни. Договорись, отдохни. Ну и вот вещи еще, которые помогают, это вот какая-то диджитал диета, да, вот, например, если суббота, ну или воскресенье, да, сегодня мы на конференции, выходной, можно там сутки не смотреть в телефон, не пользоваться гаджетами. Мне еще очень помогает приложение под названием Аккаунт. Там, возможно, в Инстаграме очень много у них рекламы было. Там очень классная есть штука, особенно если у кого-то есть проблемы с бессонницей, есть сказки на ночь. Там разные популярные актеры читают, Мэти МакКонахи, Эва Грин там есть и так далее. И они просто читают какой-то вот нарратив на ночь. И вот раньше, когда там посреди ночи подскакиваешь, смотришь, проверяешь все письма и пытаешься ответить, да, то есть как бы я включал, начала включать в себя эти истории. И в целом вот оно очень успокаивает. Десять минут — все. Как бы отлично спишь, и вот замечательно. Плюс там есть контролируемые медитации. Ну вот такие вещи, наверное, которые можно самостоятельно сделать. А еще, ну вот, конечно, общение с командой, общение с менеджером своим, вот разного рода one-on-one. Не бояться говорить об этом. Ну вот, наверное, такие штуки. Ну, у нас еще не принято в том, что нужно ходить к психологу. То есть у нас почему-то считают, о, я что, больной? Чего я пойду к психиатру? У нас путают психотерапевта и психиатра. Я не знаю, почему так сложилось, но это разные врачи, как бы разные клинические случаи. Ну, например, в Западном мире, в той же Европе, Америке, там, ну, уже давным-давно как бы принято, что это нормально, там, один раз в неделю пообщаться со своим психологом, рассказать ему там про свои... Олег, ты как считаешь? Сори, я тебя немножко перебью. Вот ты лично для тебя, это как нормально, не очень. Что именно к психологу обратиться? Обратиться, да, к психологу, психотерапевту, или вот если там надо будет прям к психиатру. Это нормально. Ну, то есть, если ты порезался или там сломал руку, ты же идешь к врачу. А почему мы считаем, что вот по нашему самому сложному органу не надо идти к врачу? Ну, многие все равно так считают. На самом-то деле есть такая немножко... Ну, опять же, это пошло из воспитания. У нас совок просто искорюжил столько людей. И вот это вот продолжение этого совка, что там сразу вот я школу закончил, о, вот школу, там, родители, которые в совке, все, сразу нужно идти к психологу и лечиться. Ну, честно. Просто мы не замечаем, а нам столько навязано этих догм, там, странного поведения, там, когда тебя пушится. Это все накладывается, ну, аккумулируется, а потом взрывается. Я только добавлю, что вот это отношение про идеального сотрудника, который выгоревший у менеджера, это, ну, вот прям, к гадалке не ходи, это отношение к работе из совка. Вот, когда, ну, чисто имитировать рабочую деятельность, с ними работать. Аня, хотела что-то сказать? Я хотела сказать, что я здесь, в Европе, видела еще один биток, помимо того, что у нашего советского бэкграунда есть предпосылки воспринимать помощь психотерапевта как вот нечто такое, что, да, действительно, неужели я такой больной, неужели мне пора психушку здесь, есть еще проблема приватности. От нескольких ребят я слышала вопрос, ну, как же я по имени проблемами к психологу, если меня потом могут начать там шантажировать, или я просто не могу делиться там, чем бы то ни было происходящее в моей жизни с посторонним человеком, потому что тогда у него будет там, выручают давление на меня, либо информацию, которую он сможет продать. Да, спасибо, Аня, что ты поднял важный вопрос как о конфиденциальности, мне кажется, это прям реально очень тонкий, очень деликатный вопрос, который очень важно понимать, что твой специалист как-то профессиональную этику соблюдает, и действительно это один из главных вообще этических кодексов всех психотерапевтов о конфиденциальности. Но мне кажется, реально очень многие люди боятся, что это может как-то раскрыться, куда-то уйти, и это очень уязвимое место. То есть к батюшке пойти все рассказать можно, а психотерапевту нет? Не знаю, это, наверное, моя фантазия про то, что люди разные ходят к психологам и к батюшкам, но, возможно, нет. Это чисто мой какой-то сейчас субъективный вброс. Я, кстати, хотела спросить у чатика, у наших участников, есть ли у вас, либо был когда-нибудь такой человек, как психолог в компании, предоставляли ли вам когда-то услуги именно корпоративного психолога, и вообще как вы к этому относитесь? Это нормально такое понятие, или все-таки это должен быть какой-то лично твой выбор и приватный человек, к которому ты обращаешься вне корпоративного мира? Очень интересно было бы узнать у наших участников. У вас, хочу еще спросить, у участников панельной дискуссии, вот мы как-то немножко затронули тему ответственности сотрудника и его менеджера, и вот где-то такая тонкая грань, когда менеджер то ли должен, то ли может заметить, что с сотрудником происходит что-то неладное, и что он, в принципе, может сделать в этом? Где грань ответственности в этом? Ну, я бы так сказала, что, опять же, вот больше как из своей практики, и в качестве темлида, и в качестве просто человека, который бывал в таких предсложных состояниях. Самое, наверное, важное, это вначале постараться решить вопрос самому, потому что в итоге все равно ответственность за решение ситуации, она будет на тебе. То есть нельзя отрицать, что ты самый главный актер в этой всей драме, скажем так. Это, наверное, первое, что нужно осознать. А второе, что нужно осознать, что да, ты попробовал, сделал максимум, который ты мог в этой ситуации, чтобы ее решить самостоятельно. Если ты понимаешь, что ты сделал максимум, и она не решилась, тоже не нужно ни в коем случае себя грызть, нужно это признать и сказать, да, я сделал максимум, оно, к сожалению, не сработало. Наверное, дальше тоже ответственность еще человека идет прокоммуницировать это открыто и обратиться за помощью, будь то менеджер, будь то психотерапевт, будь то просто коллега или друг, который был, возможно, в похожей ситуации или кому ты доверяешь. И вот когда уже ты просигнализировал о том, что у тебя в голове, потому что никто мысли не читает и не всегда можно догадаться, что происходит с человеком. Следовательно, тогда уже включается менеджер и его задача подсказать, что нужно изменить, помочь тебе сформировать план, как выйти из этого состояния. Ну или, возможно, это тоже может быть психотерапевт. Ну вот, возвращаясь немножко к предыдущему вопросу, я, например, лично очень за психотерапию. Я когда-то ее проходила, и да, то есть вот если ты понимаешь, что все, ты сделал максимум, у тебя не получается решить этот вопрос, я думаю, что стоит пойти и поискать помощь со стороны. И когда вы уже начинаете в связке работать с менеджером, то что же менеджер вряд ли решит все твои вопросы, все равно ты остаешься в одной из главных ролей до окончательного решения. Тогда уже ваша задача работать в команде и искать вообще варианты для решения. Тут еще есть проблема в том, что не всегда видно по человеку, что он уже, с ним это происходит. Очень часто просто уже на последней стадии, когда он уже, уже все случилось. Да, это правда. Поэтому мы не читаем мысли. Мы вот, да, можем увидеть только уже финальный взрыв, когда уже произошло. И вот в этом вопрос признать для себя, что да, есть проблема, да, я сделал максимум, да, мне нужна помощь. Вот это то, что должен сделать сам человек. Ну, это опять же мое мнение. Вот. И когда ты уже просигнализировал вовремя, не до взрыва, который увидели там твои руководители, твои коллеги, вот тогда это можно решить в таком более конструктивном русле и быстрее. На мой взгляд, с точки зрения менеджера, какая ответственность? Это профилактика. В первую очередь следить за количеством рабочих часов человека и следить за тем, чтобы он не перерабатывал и, ну, фактически работал в программистской индустрии, это все равно меньше 40 часов в неделю. Вот. Поэтому мы категорически не приветствуем овертаймы, и у нас организационными мерами выставлены, ну, условно, наказания за овертаймы как со стороны сотрудника, так и со стороны клиента. В очень исключительных ситуациях бывают со всеми сторонами узлоджения овертайма, и тогда они оплачиваются, соответственно, всем. Короче, вовлечена финансовая составляющая, чтобы я тут не углублялась в детали. Вот. Это раз. И мне очень понравилось на этапе подготовки этого ивента меры, которые упоминали о четкости задач, четкости процессов, те вещи, которые, возможно, мы где-то местами упускаем в своей практике, и на которых я, допустим, буду концентрироваться, ну, улучшать. Вот. Может, еще кто добавит? Давайте я добавлю немного. Ну, во-первых, хочу немного дополнить вообще по поводу разделения. Вот оно как-то немного, оно было смешано в кучу выгорания и депрессия. Ну, как по мне, это вообще совершенно разные вещи. То есть выгорание – это скорее вот то, что происходит из-за слишком сильного вовлечения в процесс. Ну, у нас среди программистов такое часто появляется, когда там люди, ну, мы действительно там горим своим делом и слишком сильно, ну, слишком много работаем. Ну, и плюс оно стимулируется еще определенными культурами, там, стартап-культурой и всем таким. Ну, и из-за этого, по моему мнению, происходит выгорание. Ну, то есть может привести к выгоранию, а оно может, вот выгорание может и привести к депрессии, если уже для этого есть предпосылки уже в самом организме. Ну, обычно не происходит, к счастью. То есть это уже, насколько человек этому предрасположен. А вот по поводу, ну, и отсюда исходит, вот что может сделать менеджер с этим всем. То есть это как-то, ну, как по мне, это зависит, в общем, общая такая культура в компании. Ну, естественно, и от самого человека, насколько он вообще ведется на вот эту вот всю культуру. Вот у меня, по крайней мере, такие эпизоды близкие к выгоранию. Это было, там, скажем, ну, наиболее близкое к выгоранию. Это было, там, ну, уже, там, больше 10 лет назад, когда я, там, выдавал какие-то, там, по 14 часов в день работал, причем, там, условно, там, в одном стартапе, а по выходным еще в одном стартапе. Ну, это, в общем, было очень весело с этой стороны. То есть это как бы так оно перло, но было абсолютно unsustainable. И вот там была такая вот, ну, вот эта вот стартап-культура, скажем так, оно просто вот, ну, как-то настолько культивировалось. То есть наш, ну, условно, там, основатель этого стартапа, но он там уходил, типа, в 12 ночи, там, из офиса. И как-то, ну, все остальные тоже так пытались как-то соответствовать. Ну, не то, что соответствовать, но тоже. Ну, тут принято, там, оставаться, там, фиг знает, да, когда. Там, так колбасить, что там аж дым из клавиатуры идет. Ну, и так все как-то делали. То есть оно уже так, ну, это тоже заразно. Ну, в смысле... Ну, это чувство вины, как это я уйду, а он... Это чувство вины, как я уйду, а он еще, типа, пашет. Ну, да, Стас? А он пашет. То есть где пахали? У меня был даже такой период, когда, вот я помню, каждый день, вот я из офиса уезжал, уходил на метро в 0.0.12, потому что оно было последнее, в ту сторону. То есть это вот такая вот просто, ну, как, токсичная культура. Этим особенно этим еще, вот, американцы с этим очень сильно, как бы, обычно это попадается в американских компаниях или компаниях, которые работают на американский рынок почему-то. Ну, потому что максимальные амбиции, максимальное, там, соответственно, максимальное выгорание. А вот противовес к этому и какое-то противодействие, это скорее вот сама культура в компании, которая способствует такому work-life balance. То есть если сотрудники видят, что вот ихний там team lead, там, менеджер, там, какие-то CEO, они там идут в долгий отпуск, там, на 3-4 недели, допустим. Что они там, допустим, ну, не перерабатывают, там, не овертаймер, там, не работают на выходных, там, по ночам и так далее. То есть они тоже начинают. То есть как-то сами заботятся о своих границах тоже и как-то показывают свою культуру на собственном примере. Вот это имеется. Да, и как бы это и принято, это тут нормально. Оно еще способствует тому, что просто люди, которые это ценят, они как бы более в такой компании приживаются. Ну, и, в принципе, вот такой поворол культура, она способствует уменьшению выгорания. Так это то, что может менеджер сделать, попытаться как-то внедрить вот эту вот культуру максимально и на личном примере показывать, что вот я не перерабатываю. Главное не устроиться в японскую компанию. Спасибо большое. Вот, кстати, вот у меня еще следующий вопрос по поводу менеджера. Вот когда сталкивались ли вы с тем, что одновременно несколько сотрудников ваших начинают выгорать и как-то уходить постепенно? Я знаю, у Ани точно был такой пример. Если ты можешь поделиться, было бы очень интересно, что делать, когда вот несколько сотрудников одновременно как-то выгорают и хотят уходить. А куда они уходят? В себя? Нет, ну, не обязательно в себя. В компании куда-нибудь. Ну, у меня действительно был случай за несколько недель нового года, когда один сотрудник сказал, что ему сложно работать удаленно, он хочет в офис. По личным причинам он переехал в другой город, поэтому, ну вот, ну никак не получается. И да, мы решили отпустить его с миром. При этом еще двое как бы того же профиля отреагировали на это, на его публичное заявление и сказали, что а мы тоже уходим. Каждый по своим причинам. Да-да-да, у меня в одной из команд, скорее всего, остался бы один лид без команды. Вот, я решила до этого не доводить и поговорила по душам с двумя оставшимися ребятами, которые, у которых по моему представлению не было причин. Ну, то есть мы не повидели. И у меня было подозрение, что это какая-то реактивная реакция. То есть это реакция на внешнее воздействие. Вот. И оказалось, что да, действительно, для... Я с проектами этих ребят, и оба сейчас все еще с нами. Причем они благодарил меня за то, что я предложила этот сценарий, потому что там не просто решил уходить из индустрии, точнее, один из сотрудников решил вообще уйти из индустрии, из программирования, потому что было тяжело, было... Задачи были слишком челленджен, слишком сложнее, чем можно комфортно решать и двигаться дальше. Вот. И переключившись на проект чуть проще, появилась возможность вот этого челленджа, который соответствует примерно уровню скиллов, может быть, чуть-чуть выше, который позволяет балансировать между скукой и выгоранием. И да, ну вот, в общем, я имею сейчас двух счастливых сотрудников для остаться с нами. Кстати, вопрос. А, у меня совершенно противоположный опыт. То есть ты людям как бы... а пытаешься помочь с этим как бы... Не отпускаешь. Мне, кстати, вот это вот слово в принципе не нравится. Отпустить. Что значит отпустить? Он же не прикован к тебе наручниками и тому подобное. Нет. Наверное, как в том боевике, измежно перебиваю, где он отпустил человека в лифтовую шахту. Ну, да. Не знаю. Как я... Ну, по крайней мере, у меня так. Я уже понял, что если человек хочет уходить, то рано или поздно он все равно уйдет, как бы ты его не задерживал. Это первый мой момент. Возможно, дать... Нужно дать ему понять, что у него такие есть проблемы, и может он начнет что-то с ней делать. Это да. А удерживать, наверное, нет. Олег, ты сказал, что... По крайней мере, по моему опыту, это к ничему хорошему не приводит. Я сам... Просто если он уже в таком состоянии выгорания, то ты и, в принципе, твоя компания будет у него уже с этим ассоциироваться. Мое мнение. Я бы включилась, если можно. Потому что я не уверена, что мой месседж был доставлен. Попробую еще раз. Поговорить и не отпускать, это скорее возможность понять, действительно ли уход из компании это то решение, которое... Это не решение от безвыходности, когда человек не может для себя найти другие сценарии. А это решение, по которому... Ну, то есть это осознанное решение. И помочь сотруднику разобраться, что он не перепаниковал и решил, как все, уйти, чтобы заново зайти на какой-то итог развития. Ну, в случае, если это осознанное решение, покинуть эту компанию, потому что здесь тяжело и не нравится, конечно, никто не держит. Это тоже выход. И, в принципе, каждый из моей команды более-менее представляет, что такой сценарий есть. Это тоже хелси-сценарий. То есть им можно ходить на собеседование, им можно рассматривать варианты других компаний. Это не предательство. Но это альтернативный вариант развития. Так можно, так делают. Я здесь еще тоже хотела добавить, если вы не против. Я вот согласна с тем, что есть такое популярное HR-направление retention. А по факту retention — это уже такое себе. Кстати, вот я как HR не могу согласиться, что retention должен заниматься HR, им должен заниматься менеджер. Ну, и как очень многими другими процессами. И вот если говорить, возвращаясь к вопросу удержания, я тоже согласна, что удержание не работает. Это тоже будут слишком какие-то экстремальные меры, чтобы действительно человек остался. А вопрос вовлечения и построения отношений, особенно построения отношений, как Аня рассказывает, у тебя были тоже отношения с этими людьми на долгосрочной основе. А вот это закладывает более хороший базис для того, чтобы люди не задумывались о уходе, да, их не пришлось прямо удерживать. Да, все-таки вот в расстройках этих отношений понимание, что да, ты можешь пойти с вопросом, что вот так и так, у меня вот есть такое состояние. Если есть доверие, можно с этим обратиться. Удерживать прямо не приходится. Это долгосрочный процесс, и вот здесь роль менеджера, она прям очень важна. Вот, кстати, Настя, ты подняла интересный вопрос про вовлечение и как-то построение отношений в команде. А вот мы все сейчас находимся в режиме удаленной работы, уже какое-то количество времени, и как это вообще поменялось с тем, что когда вот оффлайн мы все видим друг друга, мы как-то можем более понятно даже увидеть, что человек, возможно, выгорает. А как мы это делаем, как вы это делаете сейчас в режиме удаленной работы, которая уже продолжается довольно длительный период времени? Ну, у нас вот в Rails был ремоут уже давно, но раньше у нас было порядка, наверное, 30% команды, которая работала на удаленке. То есть когда, собственно говоря, шарафнул кризис, ну, сказали, окей, как бы поработаем и сдуло. С одной стороны, вроде как мы уже к этому привыкли, и все было хорошо. С другой стороны, мы поняли, что да, есть еще над чем работать, и в целом начали перестраивать разного рода процессы. Мне кажется, на удаленке, ну, есть одна самая большая проблема, и вот честно, я не могу сказать, что мы нашли уже решение. На удаленке главная проблема — это социальная связь. Вот все-таки, когда мы встречаемся вживую с людьми, мы увидимся, там, проводим время вместе, именно физически, то здесь, да, социальные связи, они строятся лучше. Мы пробовали разные штуки для этого, да, то есть у нас есть, ну, были такие чаты в Slack, как Kitchen Talk, то есть мы просто сделали чатик, и туда люди могли в определенное время заходить и просто пообщаться, как бы они пообщались на кухне, там, за чаем, за кофе. Мы также делаем вот разного рода ивенты. У нас тут есть Леша Васильев, я вижу, тоже в чате, и вот он, собственно говоря, был инициатором нашего First Thursday Event, то есть по четвергам мы вечером вот собирались раньше, там, вместе вживую, там, шли где-то, тусили, проводили время с семьями вживую, а после этого это перенеслось в онлайн, да, то есть там мы проводим разные игры, просто общение и так далее. А вот такие разные социальные штуки, ну, все-таки, все-таки, честно, вот мое мнение, мне не хватает именно с живого общения. Вот пока что с этим мы еще вопрос не решили. А если говорить, ну, вот про контекст бизнеса по удаленке, мы начали проводить такой супер-овер-коммуникейшн, то есть у нас появились там регулярные стратегические презентации, чтобы рассказывать, куда мы движемся, почему и так далее. А у нас появилась вот овер-коммуникейшн с точки зрения количества апдейтов, то есть мы начали ширить больше апдейтов про продукты, про команды, просто какие у нас планы на ближайшее будущее, чтобы люди чувствовали, что информации не хватает, они ее могут найти. Вот. И, ну, и вот наши были стандартные еще до этого практики, это one-on-one с руководителями, ну, или с менеджерами, с там, product-менеджерами и так далее, потому что у нас не на всех позициях есть прям руководители. Вот. В целом, вот открытость, общение, регулярные синки. Это то, что помогало оставаться вот в рабочем режиме, в рабочем контексте лучше. Ну, вот какие-то такие вещи. Ну, сколько регулярно вы проводите one-on-one? Зависит. Есть два подхода. Первый — это когда, например, к нам присоединяется инженер, и вот особенно если он уходит не на... У нас есть наши продукты, да, вот которые мы создаем, и там вот наша команда постоянно, сотрудники Reelser, а есть часть проектов, которые работают с клиентами. Пришел клиент и вот нанял нашу команду инженеров. И вот особенно если ты работаешь на другом проекте, да, на проекте клиента, тогда порядка, если не ошибаюсь, вот два-три месяца вот с разницей, чтобы понимать, что у тебя с клиентом все хорошо. Какие есть, возможно, вопросы, которые ты не можешь прямо адресовать или не можешь прямо решить, а вот что нужно сделать, чтобы как бы это сложилось, и вот тогда подключаются наши лейзены, да, это связны, которые помогают этот вопрос решить вот между тобой, да, и клиентом, ну, или вот между нашей командой и командой клиентов. Вот такие вот вещи. А в других случаях, когда человек вот постоянно работает в команде, вот именно нашей Reelser и вот, ну, общается и так далее, мы здесь часто проводим он-он-ваны под запрос. У нас вот есть там минимум два синка по регулярным вот, ну, в течение года, это когда мы ставим план развития на год и вот Mid-Year Sync. Вот у нас такой сейчас будет. А также, если ты понимаешь, что есть какая-то проблема, вот мы тут постоянно комментируем, что если есть вопрос, менеджеры открыты, вот идите и поговорите. Вот, и то есть тогда уже получается под запрос. Вот поэтому какой-то такой прям четкого, ну, четкого календаря нет. Это либо под запрос, либо вот с какой-то хотя бы регулярностью, чтобы понимать, что если нужно, человек успеет адресовать свои вопросы и их решить. То есть мы успеем ему помочь до того, как он будет сильно, сильно выгоревший или что-то будет плохо. Да, я вот тоже слышала просто про каждую неделю, как практики. Может, Таня, ты поделишься, как это происходит? Это я? Да, да, да. А, хорошо. Ну, собственно, one-to-one проходит каждую неделю, на них выделен, по-моему, час, и то есть из них, наверное, минут 20 мы разговариваем о всякой погоде, в общем, о собаках, о детях и так далее, о жизненных проблемах. И на самом деле это очень здорово, потому что, ну, как бы я работаю в компании, в которой вообще нет офисов, то есть мы работали удаленно еще до пандемии. И понятно, что, да, вот то, что Настя говорила, вот этот социальный аспект того, что когда ты уходишь на удаленку, у тебя не хватает общения, он вот очень, ну, как бы, серьезный. И общение вот такое, оно позволяет как бы не только, ну, то есть как бы иметь какие-то более человечные связи со своим менеджером, и потом, когда у тебя какая-то проблема, то есть тебе легче и не так страшно, и не так стыдно прийти ему там, что-то рассказать. И, ну, плюс это как бы позволяет как-то синхронизировать работу. А еще по поводу, добавлю чатов, у нас в Slack, я не знаю, там, наверное, очень, мне кажется, тысячу разных чатов по разным развлечениям, то есть садоводческие фильмы, книжки, в общем, как бы даже есть шутка о том, что на эту тему уже есть чат в Slack. И самый клевый, который, кстати, добавили во время пандемии, называется All Caps, которым надо, ну, то есть писать только вот капслоком. И люди, в общем, выплескивают туда весь свой как бы негатив, позитив, и это самый клевый чат, который я вообще видела в своей жизни. Надо перенять, это прикольная идея вообще. У меня у друга чат называется «Убивать всех». Слушай, интересно, а вот, ну, многие рассказали про вот эти one-to-one именно с менеджерами, как с ним как-то построить контакт, коммуникацию и лучшее понимание, а как все-таки с влечением командным. То есть вот я услышала про чати в Slack, которые там веселые и капслоком писать. Что еще можно делать, чтобы как-то чувствовать себя принадлежным к команде, именно к своим сокомандникам? Ну, мне кажется, это еще там индивидуальный запрос каждого человека. Есть люди, которые хотят вот быть частью команды, им важно каждый день видеться, знать, что у них происходит помимо работы там у каждого из твоих коллег. Есть люди, которым это не так важно, да, то есть им достаточно синка, достаточно там знать, кто чем живет, ок. Ну, как бы, то есть. Поэтому это, как по мне, очень индивидуально, ну, с точки зрения сотрудника, с точки зрения тоже такого как насильственного вовлечения, ну, мне тоже кажется, это не очень хорошо. То есть здесь нужно, ну, понимать, насколько там человек социальный или наоборот ему это не сильно важно, насколько есть потребность у команды и на таком же уровне взаимодействовать. Ну, как-то так. Ну, ты даже, я не скажу, что есть прям практики, вот как это делать, ну, вот прямо вот чётенько по каждому человеку. Ну, ну, вот опять же, очень индивидуально, и вся эта жизнь индивидуальна. Вот, кстати, интересно узнать у наших участников в чатике. У вас есть ощущение, что вы в принадлежности к команде или нет? Если можно, поделитесь, пожалуйста. Будет интересно прочитать. У меня чатик открытый, я его вижу. Я добавлю. Я немножко, ну, как бы в какой-то момент словила себя на том, что я тоже теряю вот это ощущение своей команды, вот. И поскольку я имею такую возможность, я начала чуть-чуть предлагать растягивать дейли-митинги. Ну, как растягивать? То есть если, ну, мы проговариваем все апдейты, я предлагаю, если есть желание остаться, поговорить за жизнью, то мы немножко разговариваем. Ну, понятно, не каждый день, но чуть-чуть. Я еще хочу дополнить чуть-чуть. Ну, во-первых, я бы различал немного просто Fuller Mood от Fuller Mood во время ковида, потому что это две большие разницы. Вот мы работали и задолго до того, как это стало мейнстримом Fuller Mood, то есть, казалось бы, ничего не променялось там во время пандемии. Ну, то есть процессы не поменялись, но на самом деле много чего поменялось. Намного меньше социализации, намного меньше каких-то, ну, поездок, каких-то там и так далее. То есть это все сильно влияет. Ну, и плюс общий такой психологический фон какой-то такой негативный. Поэтому, ну, как бы, те, кто experienциал Fuller только во время пандемии, то реально он намного лучше. Да, и вот как-то, чтобы как-то адаптироваться к вот этому, мы еще сделали такую штуку, как так называемые watercooler созвоны, типа watercooler митинги, которые просто с видео, такой видеопол, где там кто хочет, присоединяется и просто трындят, о чем хотят, там, про походу, там. Я думал, звонки из душа. Нет, ну, это уже вообще следующий этап. Про звонки из душа. Про звонки из душа. Это Clubhouse появился, наверное, вовремя. Или из-за пандемии, я не знаю, но то, что в нем нет видео и можно только говорить, какую-то, наверное, ему вот эту популярность и дало. Вот, хотя я не скажу, что мне как-то зашло сильно, но интересно. А чем он от того же TeamSpeaker отличается там или в дискорде? Просто там есть объявления общие, когда, ну, вот эта вот возможность отключиться на чужие звонки. Вот я бы так сказала. Когда я слышала какую-то такую метафору, как будто бы ты дозвонился на радио. И вот это как-то людям очень сильно нравится. Да. Но если немножко вернуться к нашей теме, я думаю, задам уже, наверное, последний вопрос. Вот сказали правильно, что есть компании, которые всегда работали ремотно, и это, ну, как там, пандемия только усилила эти все тенденции, а есть компании, которые все-таки перешли на ремот из-за из-за ковида. И если, ну, если представить, что это все когда-то закончится, мы будем думать, наверное, именно так, то если есть, предлагает ли вам компания вернуться в офис? Хотите ли вы? Это, кстати, вопрос и участникам панельной дискуссии, и участникам всем в чатике. И если да, то на каких условиях, например? Возвращение в офис. Ну, я так скажу. У нас гибкий подход «хочешь ходи, хочешь не ходи». Вот. Мне кажется, просто во время, вот за последний год, бизнесы, в первую очередь, осознали огромные бенефиты ремоута. Ну, окей, если ты на производстве, то да, то есть тебе нужно с физическими объектами взаимодействовать, иначе оно работать не будет. Но особенно вот в IT-сфере, мне кажется, очень многие компании осознали плюсы ремоута, потому что там очень много возможностей для бизнеса. И после, даже когда все-все-все закончится, мы все вакцинируемся, будем здоровы и счастливы, все равно очень много компаний, намного больше компаний будут предлагать ремоут. И мне кажется, гибкость – это хороший вариант, потому что, если компания будет предлагать только офис и заставлять ходить только в офис, они себе будут работать в убыток, потому что предложение по удаленке будет намного больше. Вот. И как бы только офис – это ограничение, поэтому, мне кажется, вот гибкость – это самое оно. Либо полный ремоут, ну да, если компания совсем не хочет инвестировать в офис. Ну вот, как-то так. Ну тут как раз уже читаю чатик, пишут, что, ну, то ли, по-разному пишут, но многие, я так понимаю, что за какую-то гибкость, реально, что была возможность и сходить в офис, и и остаться на ремоуте, что это очень прикольная практика, когда ты уйдешь в офис как-то и за общением, и за социализацией, и просто как изменение обстановки. Но тем не менее, чтобы действительно оставалась эта опция какая-то ремоута, потому что, мне кажется, в современном мире это очень как-то прикольно. Мы как-то так уже долго работаем на ремоуте, что, мне кажется, уже ни у кого каких-то сомнений не осталось, что это тоже возможно, и как-то особо… Угнений остались у тех, кто строит новые офисы. Реально, на секс-аганского вот началась пандемия, отель-кооператор переделали в офис. Да, круто, вот, блин, в финском стиле я просто от него говорю, классно сделано. И дальше еще вместо этой фабрики Воронина тоже офис. Они пустые стоят. Самое, кстати, интересное, что сейчас все переходят в… Ну, не все, не все поголовно, да, это кутрирую немножко, но очень много компаний. Вот я знаю там минимум две компании, которые просто во время пандемии у них были огромные офисы, за которые они заплатили там на полтора года вперед. Вот, и они просто начали это сдавать как каворкинг. Кусок офиса оставили для себя, кусок… Вот там была компания во Львове, которая предлагала ребятам из Беларуси переезжать и работать. То есть у них прямо в офисе, да, это не было… не были их же сотрудники, это просто была как такая, ну, инициатива. И как раз, когда у них был кризис, многие переехали. Вот. Многие просто сдаются другим компаниям свой офис. То есть с этим точно можно разобраться. Вот. И есть вот такие разные варианты. Сейчас каворкинги, по-моему, очень-очень в тренде. Особенно гибкий вариант. Там захотел, снял две комнаты, захотел, снял три, захотел, вернулся в одну, потому что все опять там перестали ходить. Вот поэтому там есть, конечно, варианты, как это нужно обойти. Хотела, в общем, поблагодарить всех панелистов и участников.